В рамках празднования 30-летия независимости в Мартугском районе состоялся концерт. Мероприятие было посвящено 120-летию Камбара Медетова и 45-летию школы искусств, носящей его имя. Специальным гостем концерта была внучка Камбара Медетова Айжан Бердбай. Школа искусств открылась в 1976 году, и тогда в ней функционировали только классы баяна и фортепиано. Однако на протяжении последующих лет были открыты классы хореографии, духовых инструментов, кобыза и эстрадного пения. Всего в школе турица более 30 педагогов. У нас имеется подготовительная группа для детей до 6 лет, а дальше до 15 лет они получают музыкальное образование. Хотелось бы сказать о профессиональном направлении. В этом году 11 наших выпускников поступили в музыкальный колледж. С каждым годом этот показатель растет. Некоторые из них возвращаются к нам, но уже не учениками, а профессиональными преподавателями. Таким образом, вчерашний наш выпускник становится нашим коллегой. В ходе мероприятия Акимрайона преподнес школе сертификат на приобретение новой аппаратуры, а также отметил особенности столь творческой организации, как школа искусств имени Камбара Медетова. Во всех районах нашей области работают музыкальные школы, и лишь у нас в Мартуке школа искусств имени блистательного Кюйши Камбара Медетова. Отличие нашей школы от других в том, что она многопрофильная и имеет разножанровое направление. Радостно за выпускников, которые не бросили музыку, танцы, а достигли определенных высот и продолжают образование в вузах. Многие уже посвятили жизнь музыке, избрав ее своей профессией. Некоторые являются руководителями музыкальных учреждений. Все они – гордость школы. Специальным гостем на мероприятии была внучка Камбара Медетова. Она с гордостью вспомнила про своего дедушку. Я являюсь внучкой Камбара Медетова. Большое влияние на становление дедушки как виртуозного исполнителя оказало музыкальное наследие великого Кюйши, основоположника и лирического направления в добровой традиции Даулиткирея Шхайула. Через несколько лет его арестовали и сослали на Дальний Восток. Страна Советов проводила планомерное уничтожение ярких представителей интеллигенции. Их имена предавали забвению и не упоминались даже после реабилитации. Но время расставило все по своим местам. Стоит отметить, что за годы работы школа выпустила более 400 выпускников, многие из которых связали свою жизнь с музыкой, поступив в различные среднеспециальные и высшие учебные заведения. Жасан Жалбаков, Даниэр Матгулов, телеканал АкТУВЕ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова